Всем привет, с вами Ирина и сегодня у нас сентябрь месяц, осень, пора хризантемок, тоже кстати мой любимый цветочек осенью, на балконе, в клумбах, в горшках, в подвесных кашпо, я кстати вам покажу, как я сделала, я меняю ту петунию, ту хризантемы, в зависимости от времени года, да, и еще сегодня поговорим про мою орхидеюшку, пятнашку, пятнистую, которая уже вот у меня начала цветать, сейчас после полива, у нее тоже вырос молодой листочек, после покупки, после пересадки, у нее такие вот огромные разложистые листья, которые она уже даже не в силах их держать, вот они в тургоре, они нормальные, плотные, но они вот так вот висят, как ушки спаниэля, да, долго она у меня цвела, она у меня цвела 3,5 месяца, с дня покупки купила я ее в июне, в начале июня, у меня есть видео на канале, ссылочку я оставлю, можете посмотреть распаковку, кому интересно, и давайте посмотрим, что у нас там в среднем горшочке, кстати, да, что это, подскажите, похоже, как на цветонос, что вы мне скажете, напишите, пожалуйста, потому что воздушные корни у нас тоже имеются, вот с этой стороны, вот корешочек, воздушный, цветонос у нее такой темный-темный-темный, водохлебка, она страшная, то есть она любит попить, я не знаю, из-за чего, может быть, из-за горшочка, а горшочек у нее вот такой вот, сверху широковатый, скажем так, и кучу-кучу отверстий я наделала, вот появились у нас и новые корешки, они вот такого вот, бордового цвета, вот, но она еще не напилась, мы только что поливали, поливала я ее, вот такие вот корешки на кончиках, зелено-бордовое тоже, постепенно вот корешки заполняем горшочек, вот у меня еще на заднем плане, видите, как роза у меня разрослась, эта роза такая вот сиреневого цвета, очень красивая, я ее тоже решила посадить в горшок, стояла жуткая жара, когда я ее купила, мне ее было жалко на дачу высаживать, почему, потому что мы там один раз в неделю и она была не просто-просто-напросто там высохла, то есть летом в такую жару, конечно мне рекомендуется розы садить, их удачнее садить осенью. Напишите, что это у меня будет, цветонос, наверное, если это цветонос, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока! Кстати, все степени хризантемы, которые у меня стоят на балконе, и я тоже обрабатываю тем же средством, что и орхидеи, то есть от всяких насекомых, точно так же розы, чтобы мне быть уверенной, что у меня тут ничего-ничего не живет, я свободно могу вынести свои цветочки и для съемки, но никакой тли на хризантемках ничего у меня нет, поэтому я знаю, что у меня все мои растения абсолютно здоровые, и друг друга они меня не, скажем так, не заражают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok